Здравствуйте, друзья. Вот такую елку установили в Оренбургской области. Новогоднее настроение описывает идеально. Удачи вам в новом году. С новым годом. Удачи пожелали в следующем году преступнику, которого разыскивает Гаага. Чтобы еще больше людей обманом и обещаниями отправил на тот свет. С новым годом тебя тоже, Никита. Всего тебе самого хорошего, чтобы у тебя настроение было хорошее. И желаю тебе успехов во всех твоих начинаниях. Спасибо, я вам желаю побед. Первое место в мире по количеству введенных санкций явно уже недостаточно. Надо еще больше побед. Спасибо за такое пожелание, пожелание побед. Нам всем нужны победы. Тебе, там где... Ты находишься в том, чем ты занимаешься. Твоей сестре старше, маме, папе, ну и нам всем. Сестра, папа, мама и брат сидят так ровно, как будто за кадром на них наставили автоматы. Нам всем, это хорошее пожелание. Тебе самого доброго, еще раз хорошего настроения и успехов. С Новым годом, Никита. На новогодние праздники можешь посмотреть отключенный Netflix, поиграть в PlayStation или Xbox, которые остановили все свои сервисы. Или пособирать Lego, которые больше не продают. В марте этого года Путин рассказывал Си Цзиньпиню, что готов воевать еще пять лет и обязательно добьется победы. А в апреле перезвонил и попросил Си дать ему дроны, снаряды, ракеты, микросхемы, потому что воевать уже нечем. Освободитель подписал контракт, поехал в Украину. Делится впечатлениями. Здорово, Катаржане. Призову приветовым. Украину. Хочу вам сказать, что подписал контракт, приехал на ВСБО. Полная лажа конкретная. Тут вообще не делать нас, как хотели. Никаких 300 тысяч нам не выплатили. Пришло там 30-40 тысяч от силы. На деле нас, как попало, вообще непонятно в чё. Размеры большие, по размеру ничего не дают. Всё покупали за свой счёт. Переводили родные деньги. Надевались я сами, короче, так. Отпуск тоже нам никакой не дают здесь, оказывается. Пацаны вон здесь некоторые давно уже, ни отпусков, ничего не видят. И никак не получается вырваться. То есть раненых, у нас даже раненых не увозят отсюда. У нас раненые максимум зашили, заштопали. Он отлежался неделю, его обратно в бой кидают. Вообще, наши пацаны валяются, гниют их, даже не забирают. Вообще, сам лично своими глазами видел, как пацаны наши валяются там. Уже разлагаются вообще. Там им помочь уже просто нечем даже. Не знаю, родные узнают, не узнают, если привезут. И так что, что по контракту нам обещали, этого вообще ничего не выполняется вообще. Ни в плане одежды, ни в плане обеспечения. То, что нам говорили, что мы жить где-то в домах там будем. Всё это враньё, живём мы под землёй, холодно, сыро. Всё текёт это. Замерзаем постоянно, ни печек, ничего. Всё, вот, в одежде спишь, короче, в мешковине. Так что, пацаны, лучше оставайтесь все дома, отсиживайте свой срок. Идите с женам, детям, я не знаю, там, кто у вас остался. Живите лучше с ними, б***ь. Лучше ты ещё, я не знаю, там, иди работать дворником лучше, получай этих 20 тысяч. Ну, тут вообще, я говорю, нечего делать. Тут просто... Ну, здесь нам не выжить таким простым, как мы, вот, зэки, вообще. Мы вообще не понимаем смысла, что такое вообще война. Мы себе там представляем по-другому нас просто. Обманывают как хотят. Ну, а так, смотрите, что, сами ваш выбор. Уважаемые жильцы, баночки из-под горошка для оливье не выбрасывайте. Баночки из-под кукурузы и горошка тоже подойдут. Вторая армия мира. Карманные кандидаты в президенты. Даже не скрывают, что они не собираются побеждать. Вы думаете, что вы сможете победить? Значит, я не могу так говорить, победить и победить. Вы планируете победить? Да, во-первых, что считать победой. Вы планируете победить? Конечно, нет. Я на идиоту похожу. Вы планируете победить? Я планирую сделать всё для консолидации русского общества. А победить? Знаете, я надеюсь, что по итогам этой избирательной кампании я останусь живой, на свободе и на агенте. О, блядь, нормально сказал. Охуеть. Скажи, вы планируете победить? Он говорит, ну, после этой выборной кампании, блядь, самое главное, остаться живым, блядь, на свободе, нахуй. Всё нормально. Вот это, я понимаю, выбор участия в холпе, блядь. Почтаем победить специальный военный операция. А победить Путина мечтаю. Я такой спарринг-партнёр, который ложится в первом же раунде. Зачем? Зачем? Путин самый влиятельный политик на планете. Победить нет, а вот подлизнуть, это я с удовольствием. Верховный суд отменил приговор экс-депутату, который получил 10 лет колонии за взятку 3,2 миллиарда рублей. Ну что, войну войной не называл, на вечеринку у Ивлеева и без трусов не ходил, значит, такого можно и выпустить. Златоусте, снегоуборочная машина, которой санкции нипочём. Вера Ивановна, 83 года. Вера Ивановна, это, конечно, да. Все известны выборы, чем они закончатся. Это выборы так, фу, какой смысл вообще в этих выборах, если известно уже, что он будет ещё на 6 лет опять будет править. Но это же уже известно. Что же это, это вообще, я не знаю, что наш народ совершенно идиотский, рабский, что ли. Почему он так ведёт себя, я не понимаю. Почему он думает, что это выборы какие-то есть? Какие выборы? Какие выборы? Уже давным-давно всё назначено. Уже известны результаты. Народ наш настолько тупой, настолько рабский. Ну, правильно же это сказала Пугачёва. Были холопы, стали рабами. И скажут мне, почему война идёт? Потому что народ молчит. Как ещё Пушкин сказал 200 лет назад, народ безмолвствует. Вот он и безмолвствует. Пока да безмолвствует, опять до следующего голодомога. Вот какой у нас народ. Даже я уже теперь не Путина обвиняю, а наш народ идиотский обвиняю. Потому что он позволяет себе вот это вот, издеваться над собой. Позволяет. Им только пожрать, поспать, водочки напиться, машинку иметь и всё. Больше им ничего не надо. Вы же посмотрите на наши программы. На этого Соловьёва, на эту Скобейку. Ну, люди наглые настолько, что им платят. И вот они вот морочат голову. Народ и так самый безумный и тупой. Так они его ещё больше тупят. Ну, посмотрите, ну, Скобеев, ну, что вы не знаете, а Соловьёва. Что он говорит? Мы правду говорим. Какую правду? Война идёт, люди гибнут. Самый великий, самый хороший. Какой самый хороший? Отвратительный народ. Отвратительный. Я, насколько, чем больше узнаю про эту страну, тем больше её ненавижу. Сколько это ещё будет продолжаться? Я не знаю, почему молодые вот молчат. Неужели им всё это нравится? Неужели я не понимаю? Ужас просто. Я вот, мне 83 года. Такого безобразия, насколько я была недовольна советской властью, но такого безобразия, как сейчас, вообще не было. Нельзя сидеть одному 20 лет. Он уже, глаза замылились у него уже. Он уже ничего не видит. Его уже врут ему все. Посмотреть на него противно. Я вот его видеть не могу. 20 лет сидеть. Ни стыда, ни совести. Понимаете? Ни стыда, ни совести. Правильно сказал, невзоровка. На сегодняшний день в России в политике лучше всего разбирается Вера Ивановна. Вера Ивановна, согласен. В 83 года. Здравствуйте, друзья. Вот такую ёлку установили. В Оренбурге.